Тюменская арена Возвращаться во вторую лигу не хотелось бы, но с такими успехами финишировать ФК Тюмени в нынешнем сезоне может именно там. Очередное поражение сибиряки потерпели на самом вместительном стадионе ФНЛ. Инь и Янь. Черные сошлись с белыми. Очень сильно обновленный и заряженный на серьезный результат Рубин провел открытую тренировку. В Минске разжился бронзой. Теперь выглядывают места, где можно добыть более ценные металлы. Дзюдоист Никита Дибрин входит во вкус после дисквалификации. Упали на последнюю строчку турнирной таблицы. Естественно, ее необходимо покинуть как можно скорее. Да и не только ее. Вылетают из лиги, как мы помним, пять последних команд. Но пока это лишь мечты. А реалии таковы, что футбольный клуб Тюмень по итогам четырех туров первенства ФНЛ довольствовался лишь одним баллом. В очередном матче команда Александра Ивченко на выезде уступила Воронежскому факелу. По большому счету игра выдалась равной. Первый тайм забитых голов никому из соперников не принес. Да и особенно опасных моментов ни у тех, ни у других ворот зрители не увидели. Такая картина, впрочем, не удивила. Слишком велика была цена результата для команд, неудачно начавших сезон. Внимательно изучали соперника, сильные и слабые стороны. Знали, что команда Тюмень, как говорят, команда с сибирским характером. С сибирским характером и, собственно, сама игра показала. Если брать в общем игру, то вся игра была, особенно первый тайм шла борьба за инициативу, за середину поля, за плацедарм для атакующих действий. Как часто бывает в таких случаях, все решил один точный удар. На беду гостей мяч оказался в их воротах. Точнейшее попадание Ники Чхапелия на 52-й минуте точно будет претендовать на звание лучшего гола тура. Я думаю, что матч с факелом был ничейным. Мы владели мячом. Было несколько хороших подходов. Но в дальнейшем не было завершения. Молодым ребятам тяжело с дубля. Поэтому впереди чуть не получается у нас. Но я так думаю, что игра ничейная была. В принципе, факел особо ничего не создал. Причина, конечно, не застатки опыта у нас. И защитники два фланговые молодые. Даже вот этот момент, который привел к стандарту. Вот как можно атаковать сзади в подкате игрока. Там без нарушения никак не получится. Это просто какой-то эмоциональный срыв. Вот и все. Опаснейший штрафной напротив фарда в 20 метрах. Вполне можно было обойтись без этого. Тем более, что игрок-то двигался не на ворота. Поперек поля. Был штрафной. И там еще защитники его встречали. То есть это недостаток опыта. Времени отыграться у сибиряков было вагон. Пусть и без маленькой тележки. Но проблемы в атаке по-прежнему дают о себе знать. 0-1 – поражение Тюмени. Третье в сезоне – в четырех матчах. Но, к сожалению, у нас впереди и в первом тайме, и во втором в роли нападающих совсем юные футболисты. И пока по уровню мастерства они не в состоянии бороться с защитниками ФНЛ. Отсюда у нас впереди и подходы были, и прострелы, и подачи. Но мы ничего там впереди не можем создать пока. Поэтому, когда играешь на выезде, надо, конечно, забивать, если хочешь взять очки. А коли это не получилось, то стандарт решил исход матча. Падать ниже уже некуда. Тюмень располагается на 20-й строчке таблицы чемпионатов ФНЛ. А о том, что переступать ниже эту черту нельзя, мы напоминать не будем. В любом случае, абсолютное большинство соперников в зоне видимости. Расширять горизонт надо начинать 30 июля. На следующий день после дня города сибиряки примут ротор Волгоград. Они улетели и не обещали вернуться. Мини-футбольный клуб Тюмень долго ждал ответной весточки из Сербии. Она прилетела словно на крыльях голубя, птицы мира. Балканцы остались в рядах сибирской команды. Меодрак Аксентьевич стал любимцем болельщиков в первом же сезоне в составе мини-футбольного клуба Тюмень. Во втором чемпионате только укрепил уверенность в том, насколько он нужен клубу. Перед Мике стоял непростой выбор, в чем он сам честно признается. Но Серб целиком и полностью доверился велению СЕРСА. Я принял решение, что за счет команды, в которую верим, и за счет города, на который уже привыкли, мы останем здесь, а на сторону стоим деньги. Так что надеемся, это просто спортивная цель, и надеюсь, что это нам вернется, и что успеем здесь вернуть. Это, можно сказать, долг, который я чувствую перед болельщиками, а это выиграть медаль, надеюсь, и чемпионат в этом сезоне. Вместе с Мике присоединился к тренировочному процессу и Младен Коцыч. Второй тюменский серб пока не слишком словоохотлив. Почему-то пока предпочитает отмалчиваться. Но мы знаем, что решение о том, оставаться ли в команде, лучший распасовщик сибиряков образца прошлого сезона принимал на пару с голкипером. Это спортивная цель, потому что, когда говорили про условия, в которых не были довольны, и говорили про настоящую ситуацию, и вообще футсале, и наши возможности что-то оставить после своей карьеры, вот приняли решение, что это можно в Тюмени уже здесь оставить. Потому что много раз повторял, что сыну, если оставим только деньги, он, может быть, не считает, как чемпионом. Если будем чемпионом настоящим, вот как если закончим здесь, не просто играл в России, но стал чемпионом России, это уже другое. Есть что сказать старожилам клуба. К примеру, тому, кто пропустил большую часть сезона. Но без кого нынешнюю боевую Тюмень, сложно представить. Александр Рупалев преисполнен желание помочь команде добиться тех целей, о которых говорит Аксентиевич. Конечно, где-то тяжело, все равно втягиваться, сколько, считай, мы отдыхали. Многие все равно не, как сказать, не тренировались даже в отпуске, потому что многие залечивали травмы. То есть, допустим, как я, тоже я мало, в принципе, каких-то тренировок провел в отпуске. И тяжеловато, конечно, сейчас. Но ничего, надо маленько перетерпеть, зато будет дальше, нам легче. Во главу угла в Тюмени теперь ставится дисциплина. Не случайно в тренерский штаб Игоря Путилова вошел Николай Иванов. Что у того, что у другого, не забалуешь. Впрочем, пока игроки отношением к делу наставников лишь радуют. На момент у нас вообще просто никаких претензий к футболистам нет, что понравилось вообще просто профессиональная работа, подход к делу, к всеми по дисциплине жизни и тем более по тренировочному процессу. Поэтому все мы счастливы и довольны. Сам Иванов в прошлом сезоне возглавлял Ишим Тюмень-2, который теперь переименован в Тюмень-Дубль. Нынешнюю должность ассистента не воспринимает как понижение. Тем более, если работаешь в кругу единомышленников. Здесь ничего такого особого нет, что мне понравилось. Самому бы хотелось расти, что я считаю, это повышение основной команды. И у нас, в принципе, с Сигуром в следующем взгляды совпадают, поэтому очень легко работается. В взгляды совпадают в каких моментах, в первую очередь? И по футболистам, и по тактике, и по всем остальным компонентам. Дисциплина. Это, прежде всего, на первую очередь просто в елочку все в свет попало. Заинтригованные поклонники МФК Тюмень смогут увидеть команду меньше, чем через месяц. Домашний турнир на призы области стартует 17 августа. Сейчас все равны, все будут доказывать на этих сборах. То есть и подгонять себе физическое состояние, и когда начнется уже тактические занятия в зале с мячом, то есть каждый будет биться, каждый будет доказывать свое место в составе. И только тренеру будет видно, кто на данный момент лучше готов, кто подходит и по тактике, и по всему, кто готов биться за самые высокие цели. Команда и болельщики узнали друг друга ближе. Тюменский хоккейный клуб «Рубин» в новом сезоне обновится на две трети. Посмотреть, что из себя сейчас представляет сибирская дружина и познакомиться с игроками, фанаты и журналисты получили возможность на открытой тренировке. Показать себя хоккеисты решили во всей красе. Двусторонний матч получился на удивление с жестким и зрелищным. Что вообще-то не случайно, если учесть, что на лед вышло немало игроков с просмотровыми контрактами и молодежь из Тюменского легиона. Всем им есть, что доказывать тренерскому штабу. К тому же в августе «Рубин» ждут три предсезонных турнира. И форму к ним команда набирает уже сейчас. С первой игры, наверное, с первой установки сразу ребятам дали понять, в какой мы хоккей будем от них требовать. Поэтому я считаю, что не все получилось. Но, наверное, и сложно ожидать, что с первого раза все получится. Потребуется время, чтобы ребятам перестроиться. Кто-то пришел из другой команды, кто-то здесь играл. Другая тактика была, другие были требования. Хромых ставит «Рубину» быстрый и агрессивный хоккей. К слову, сам главный тренер за поединком смотрел с трибуны, как легендарный футбольный наставник Константин Бесков. А тюменцами, разделившимися на черных и белых, руководили его помощники Дмитрий Андреев и Денис Баев. Темп игроки сразу постарались задать высокий. Хотя ради матча никто от тяжелых тренировок их не освобождал. Ну, сейчас у нас идет такой нагрузочный микроцикл, ребята под нагрузкой. И сегодня зарядка была, и дневная тренировка такая приличная была. Поэтому от этого никуда не уйти под нагрузкой. Кто сможет под нагрузкой играть, тот и в сезоне, значит, будет держать удар. В составе обеих команд были ударные звенья из опытных мастеров и много молодежи в других сочетаниях. У белых в первой тройке играли сплошь новички – Желяков, Савенков, Алешин. Последнего тюменцы подписали из Тароса совсем недавно. Получается, я тут две недели только пришел. И сразу, можно сказать, там с коллективом вообще хорошо. И ладим, и со всеми уже нашли общий язык. С этим вообще проблем нет. Я даже немножко удивлен, что так все дружно, сплоченно. В общем, все нравится. Светлые силы дважды вели в счете. Забрасывали Алексей Ложкин и Андрей Тимофеев. Но черные проявили характер и оба раза отыгрались. Усилиями новичка Дениса Давыдова и старого знакомого Альберта Загидулина. Обе команды активно комбинировали. Понятно, что с таким количеством новобранцев получается еще далеко не все. Но плечо друг друга игроки уже чувствуют. И даже не глядя могут найти пасом партнера. Сейчас можно сказать уже и по голосу, можно понять, кто это. И что очень дружный коллектив собрался. Все парни отзывчивые, все помогают друг другу, все подсказывают, все хорошо. В итоге все решили булиты. Единственным, кто свою попытку реализовал, стал опытный Михаил Потякин. Один из форвардов, оставшихся в рубине еще с прошлого сезона, принес черным волевую победу, а белым обеспечил 20 кругов почета по площадке. В принципе, те тройки, которые играли, просматривались какие-то связки. Чувствовалось, что люди понимают друг друга. Так что будем над этим работать. А в плане защитников тоже кто-то устроил, кто-то не устроил. Участие в матче приняли далеко не все новички команды. Пока не приехали в Тюмень североамериканские легионеры. Центр-форвард Джон Пушкар из США, судя по заокеанской статистике, может быть очень полезен в плане набора очков. Что касается канадца Курта Гогола, Владислав Анатольевич называет ошибкой мысль о том, что он взят лишь на роль молотобойца. Я считаю, в каждой команде должен быть человек, который может постоять за себя и за команду. Но он же не всегда не будет выходить и метелить всех. Он будет работать по заданию. После матча хоккеисты тепло пообщались с болельщиками, которых даже в будний день собралось заметно больше сотни. В автографах и фото никому отказано не было. Видно, что тут любят хоккей, что тут, как мне сказали, живут и мини-футболом, и футболом. Нет, любят хоккей, видно сразу, даже в такой день, когда вроде там время неудобное, там пять часов пришли, спасибо вообще, здорово. Очень приятно, что болельщики даже в будний день нашли время у кого-то работы, семья, дети, но они даже с детьми приходят, болеют, как бы забиваем. Там какие-то опасные моменты они поддерживают. Очень приятно, спасибо большое за это. Уже 1 августа Рубин начнет выступление в Кургане на турнире памяти Николая Парышева, где проведет три матча. Тюменец Никита Дебрин, защищающий цвета центра дзюдо, успешно выступил на открытом турнире Европы, который состоялся в Минске. В категории свыше 100 килограммов, куда заявились 26 спортсменов, подовечный тренера Данила Воловича занял третье место, хотя мог рассчитывать на большее. Почему же у сибирского гиганта не получилось зайти на высшую ступень педестала почета, смотрите в нашем следующем сюжете. Дебрин уже во второй схватке на белорусском татаме показал свою невероятную заряженность на достижение результата. Тюменец с эффектным удушающим приемом одолел грозного Адама Акруашвили. Грузин на минуточку, опытнейший атлет, участник олимпийских игр, бронзовый призер чемпионата мира. Года три или четыре назад я ему проиграл на турнире в Тбилиси. Но тут бы взял реванш. Но, конечно, доволен. Тренер сказал, молодец, все нормально было сделано, все грамотно. Но будем смотреть дальше. Он стал бы как-то, он был чемпионом Европы, чемпионом, призером чемпионата мира. Лучше бы, честно говоря, я таким был бы, но у него не выиграл бы. Как-то особенно готовились вы к этой схватке? Да нет, никак. И первую встречу выиграл. Тренер сказал, не будем смотреть. Он знал, что я вторую встречу буду с ним бороться. Он говорит, не будем заглядывать вперед. Надо сначала выиграть первую встречу. Выиграли первую. И там он мне дал установку. Рассказал, как что делать. И, в принципе, я все сделал, как он мне сказал. Но все же добраться до золота Никите не удалось. На пути к чемпионству у него встал хозяин татами Владислав Царпицкий. Впрочем, большой расстроенности у Дебрина, да и у его наставника нет. Нужно учитывать важнейший момент. Тюменец три года не боролся на международных соревнованиях. Сменил украинское гражданство на российское. А потому некоторое время был вынужден довольствоваться только турнирами внутри страны. Как бы сказать, давно не было таких стартов, как переехал сюда, он уже три года не боролся на таких турнирах. Ну, как бы, можно сказать, старт положен. Но, конечно, есть, конечно, и доля разочарования в этом результате. Можно было, конечно, после того, как выиграл Крушвиль, можно было и выигрывать этот турнир. Но, как бы, третье место тоже, ну, относительно, можно сказать, доволен. Это у него первый выезд на такие соревнования. Сразу он взял медаль. В принципе, это хороший результат для него. Хотя, по силам ему было выиграть эти соревнования. В принципе, он сейчас готов, может бороться с этими спортсменами, выигрывать у него. Любой тренер и спортсмен вам скажет, что вариться в собственном котле, имея массу сил и амбиций, не очень хорошо. Гибрину, если выражаться исключительно сленгами единоборств, нужно набарываться. Нужен опыт. Везде, в любой борьбе нужен соревновательный опыт. Нужны сборы международные. То есть, тогда спортсмен выходит на уровень такой. Ну, в принципе, состоит задача, чтобы он не просто ездил там на чемпионаты Европы, мира, может быть, попал на Олимпиаду, а чтобы реально он завоевал медаль. А для этого есть много компонентов, которым надо поправить. То есть, много работать надо еще. Самое главное, что у Дебрина, ко всему прочему, имеется и надежный тыл, который не только поддержит, но и всегда поможет ценным советам. Супруга Никиты Яна, самая известная дзюдоиска, призер соревнований гран-при. У супруга тоже у нее, как бы, она чуть повыше у меня, что она выиграла гран-при третья была, а я только на Кубке мира. Но, как бы, тоже доволен, сказал, молодец. Будем дальше тренироваться, чтобы я ее обогнал даже, скорее всего. Постоянно поддерживаете друг друга, смотрите за схватками. Да, конечно, конечно, переживаем друг за друга. Как без этого, даже когда, честно говоря, лучше самому бороться, чем смотреть, когда жена борется. Останавливаться на достигнутом Никита не намерен. Планы у него самые глобальные. Благо, запрет на участие в международных турнирах истек, а аппетит пришел только-только. Турнир по пляжному волейболу «Связь поколений», аналогов которому в России не так уж и много, в этом году в Тимене прошел в юбилейный пятый раз. Создать команду и заявиться на эти соревнования не так уж и просто. Одному из участников дуэта обязательно должно быть больше 40 лет, а разница со вторым должна быть не менее 17 лет. Неважно, в какую сторону. Тюменские волейболисты все больше проявляют интерес к этому турниру. В этом году вновь был побит рекорд по количеству участников. На сей раз их собралось 15 команд. Практически полная сетка. Ну, он и своеобразный, и интересный турнир «Связь поколений». И надо, вот, все же интересно, мы анализируем, да, что вот уже первый раз у нас было 6 команд, потом у нас стало 8. Еще чем отрадно в этом турнире, чем приятно, вернее, смотреть, что участвуют семейные команды. Не только возраст разделяет, а играют у нас тут как Красильниковы, Беляевы. То есть команды, которые на протяжении многих лет именно семьей... Семейных команд в этом году действительно собралось предостаточно. Некоторым даже пришлось слеснуться друг с другом уже на первой стадии. Евгений и Валерий Беляевы – самый молодой дуэт турнира, что не всегда является козырем. Все-таки сыну всего 15. Поэтому однофамильцы знаменитого российского хоккеиста Николай и Даниил Малкины из этой дуэли вышли победителями. Ну, пообщаться с семьей своей, с Валерием поиграть со старшим сыном, со средним сыном. Пообщаться, чтобы он поболел. И с самым младшим сыном просто посмотрел, что его ждет в будущем. То есть традиция играть в этих соревнованиях, она должна будет продолжаться? Да, конечно. Я так думаю, что пока я еще могу передвигаться по площадке хоть как-то, у меня партнеров очень много будет. К турниру «Связь поколений» отлично подходит знаменитая футбольная поговорка про футболы немцев. Вот и здесь в пляжный волейбол играют 4 человека. А побеждают Михаил Сметанин и Андрей Каменских. Их дуэт стал триумфатором соревнований в четвертый раз подряд. И в следующем году обязательно намерен замахнуться на пента-трик. С Андреем Викторовичем Каменским ситуация другая. Я в эти три года более-менее себя в форме поддерживаю. И он борется на максимум. Я думал, здесь номер один из опытных игроков. Не люблю слово «ветераны». Все-таки это опытные игроки, а мы просто те, которые помоложе на этом турнире. И с ним, конечно, одно удовольствие играть. То есть он тренируется, держит себя в форме. Для Михаила Сметанина нынешнее лето вообще получается напряженным. В паре с Александром Мужиговым он постоянно колесит по России. И не так давно на Кубке страны, который прошел в Казани, тюменцы заняли высокое девятое место. Фактически участвовало 32 сильнейшие команды страны. Одну за исключением двух, которые участвовали в международных турнирах. Которые, в принципе, по уровню, не сказать, что наголо выше тех основных шести, примерно, которые были. Что можно сказать, как бы девятое место фактически по показателю мы заняли. То есть, если говорить из группы мест с девятого по шестнадцатого, довольно очень, как бы задача была попасть в шестнадцать, в принципе. Единственное, что, конечно, могли попасть в восьмерку. Ну, вот, конкретно чувствовали себя силой и так далее. Но вот соперники нам в первом-втором раунде попались, в принципе, одни из самых, да не одни из самых, а самые неприятные на этой стадии турнира именно. Уже пятого и шестого августа база отдыха «Боровое» примет очередное пляжное соревнование. Здесь пройдет четвертый этап Уральской волейбольной лиги. Состав участников ожидается самый, что ни на есть серьезный. Сегодня у нас все участники, которые входят, ну, наверное, сказать, надо в 16-20 команд Уральской лиги и занимают по рейтингу эти места. Они уже, так сказать, запросили условия все, где размещаться, как будет, что проходить. Поэтому мы ждем-то своих, как положено, на 10 команд мы допускаем, а остальные будут команды из Уральского федерального округа. Почувствовать себя частью общества, найти друзей и научиться жить в отдаленной от городе и среде обитания. Все это помогает сделать ежегодный туристический слет Робинзонада. Кто-то пожаловал в палаточный лагерь близ Криводанова впервые, а кто-то здесь считается старожилом, но мотивация всегда одна. Мысли победить. И вся команда настроена на победу. Неоднократно становились уже команды Алименты Чиупоровского района победителем трус-лета и пешеходной дистанции, и водной дистанции. Есть уже разряд у ребят. Особенно сложно новичкам. Не в каждом городе созданы удобные для инвалидов условия, а лес для них и вовсе становится едва ли не школой выживания. Но недовольных не видно. Участники приходят, которые здесь впервые, скажите, пожалуйста, с какими, может быть, в первую очередь, моральными проблемами они не сталкиваются. С какими моральными проблемами, именно здесь мне сложно ответить. Ну, основная сложность – это проживание в полевых условиях. Когда тебя вытаскивают из дома, из комфортных тебе условий, из благоустроенного жилья, оказаться в полевых условиях при наличии каких-либо ограничений – это для организма стресс, это и психологический стресс, но ребята с ним справляются. И многие не хотят уезжать и приезжают потом из года в год много лет. Главная цель Робинзонады – не дать людям замкнуться в себе. За всю свою многолетнюю историю слет уже повидал немало тех, кто находили в себе внутренние резервы и становились сильнее. У нас был случай, когда приехал мальчик с полным ампутатом на коляске, забитый такой весь, но им еще не было 18. А сейчас это крутой мужичок, который все спокойно обращается в жизнь. Он, в принципе, теперь уже не уступит никому и, в принципе, готов к жизни. Быть готовыми к жизни помогает и обязательная спортивная составляющая Робинзонады. Тут соревнования и по ориентированию, и пешеходный туризм, и преодоление водных преград, и рыбная ловля. Поддержка неолимпийских дисциплин, оценка качества услуг – краткий рассказ о себе. Повестка четвертого заседания общественного совета при областном департаменте по спорту оказалась насыщенной, а обсуждение получилось живым. По-другому. С тех пор, как председателем совета выбрали Алексея Карандаева, еще не было. Дело время – разговором максимум час. Не случайно первым пунктом заседания был отчет о посещении спортивных площадок. Мы членов общественного совета отправили в народ. Первый проект, связанный со спортивными площадками, вот сейчас мы будем подводить какие-то итоги. То есть каждый из членов побывал на двух-трех площадках. И я думаю, что и городской департамент этому ряд, с одной стороны, это сторонний взгляд, а с другой стороны, так или иначе, это взгляд профессионалов своего дела. Второй пункт – о поддержке и популяризации неолимпийских видов спорта. Логика простая и понятна. Цель общественного совета – привлечь к здоровому образу жизни как можно больше тюменцев. А олимпийский спорт высших достижений и так вниманием не обделен. В мини-футболе мы боремся за призовые места и очень смело. Неолимпийский вид спорта. Те же самые истории, я думаю, для провинции очень актуальны. У нас есть, скажем, дартс, есть боулинг. Не уделять внимания этим видам спорта. Медали олимпийские замечательные и классные, но тем не менее, ведь народа не в этом счастье, не в этом кайфе, а в массовости и в любом случае, то есть при общении к физкультуре. Бурной получилась дискуссия об оценке качества услуг, которые тюменцам предоставляют фитнес-центры, клубы и студии. Растут они, как грибы после дождя, и многие быстро закрываются. Контроль за этим процессом необходим. Очевидно, что вопрос останется в числе приоритетных. Это был последний сюжет на сегодня. Более подробной информации об этих и других событиях на сайте snta.ru. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин